Музыка Хочу стать миллионером в эфире MBC Здравствуйте! Проект в помощь тем, кто намерен заработать свой первый миллион, сохранить его и приумножить. И вот о чем поговорим сегодня. Музыка Что делать, если вам не хватает залога для кредита? Об условиях и пределах возможной помощи Фонда гарантирования кредитов расскажет координатор проекта Юлия Куркулица. Какие банковские учреждения контролирует мировой денежный капитал? Топ самых богатых банков планеты. И главный герой программы – владелец и руководитель крупнейшего винного холдинга в Молдове. О рынке сбыта, инвестициях и секретах успешного винодельческого бизнеса расскажет Виктор Бастан. Музыка Не хватает залога для необходимой суммы кредита. Ситуация, на мой взгляд, более чем стандартная. И, надеюсь, большинство из вас знают, что нужно делать. Ну, если нет, то следующий сюжет для вас. Фонд гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса работает в Молдове уже давно. А вот воспользовались им, уверенно, далеко не все, кто в нем нуждается. Итак, для чего он создан, как работает и на каких условиях. Смотрим. Фонд гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса создан организацией по развитию малых и средних предприятий. Деятельность АДИМ охватывает не менее семи проектов в поддержку предпринимателей. Но в этом сюжете мы расскажем о преимуществах фонда гарантирования кредитов. И поможет нам в этом его координатор Юлия Фуркулица. Процедура максимально простая. Она состоит из трех частей, скажем так, трех этапов. Если предприниматель хочет запустить новый бизнес или расширить, который у него уже есть, и ему необходимы финансовые средства, он обращается в банк. Банк рассматривает его заявку по кредитованию и, анализируя, понимает, что недостаточно залога. В этом случае, когда недостаточно залога, но проект хороший, он присылает нам документы. Банк. При получении документов мы рассматриваем в течение трех дней и решаем, если проект хороший или нет, если его можно финансировать. В этом случае мы даем добро на кредитование. В этом случае предприниматель приходит, подписывает с нами договор и от банка получает деньги. Зачастую, оценив хороший бизнес-проект, банк сам предлагает предпринимателю обратиться за помощью к фонду. Но если вы знакомы с программой фонда гарантирования, смело можете сами обращаться за помощью. Тем более, что дополнительных справок и документов здесь не требуют. Следует лишь учесть условия, при которых вам могут отказать в гарантии. Мы получаем пакет документов от банка. Дополнительные документы, кроме тех, которые они предоставляют банку для кредитования, мы не просим. Единственное, когда мы можем отказать, это на основе анализа финансо-хозяйственной деятельности. Потому что при анализе, если мы рассматриваем заявку, видим, что у них создается ситуация, где дефолт возможен, что создается большая долговая нагрузка на его прибыль, и предприниматель не сможет выплачивать кредит, тогда мы отказываем. Наша цель – это не дать больше гарантий, а обеспечить, чтобы предприниматель смог выплатить этот кредит. Максимальный срок кредита – 5 лет. Но чаще всего предприниматели предпочитают заключать контракты на срок от 3 до 4 лет. А вот возможная сумма выплаты зависит от типа гарантии. У нас два основных продукта – это для активных предпринимателей и для новых созданных предприятий. Для активных это составляет миллион лей или 50% от суммы кредита. Для новых предприятий это 70% от суммы кредита или 700 тысяч лей. Также с прошлого года у нас внедрено новый тип гарантии. Это для предприятий, которые ориентированы на экспорт. Для них максимальная сумма гарантий – 2 миллиона лей или 50% от суммы кредита. При этом фонд взымает годовой процент комиссионных от суммы гарантий. Для активных предпринимателей – 2%, для новичков бизнеса – 1,5%. График выплат комиссионных закреплен в контракте между фондом и участником программы. В случае задержки предусмотрены санкции, но и целых 1,1% от суммы. Но с подобными ситуациями, утверждает Юлия Фуркулица, фонд еще не сталкивался. А вот случаи несоблюдения сроков погашения кредита были. В случае, если они истекают этот срок, и они не выплачивают кредит, тогда банк уже нас информирует. Мы работаем с банком по этой процедуре. Начинается процедура по выплаче гарантии. До сих пор у нас было выплачено 2 гарантии. Мы выплачиваем нашу часть. Уже то, что часть, которая приходится на предпринимателя, это уже занимаются юристы банка и сам банк. Но такие факты скорее исключения с правил, говорит координатор проекта. За последние 10 лет фонд уже выплатил 250 гарантий на общую сумму в 107 миллионов леев. Больше всего участников было отмечено в прошлом году. Это связано с новыми соглашениями, которые были подписаны. Мы всегда работаем на упрощение процедуры. Теперь у нас сам процесс рассмотрения заявки – это 3 дня уже. И вот это именно процесс. И плюс уже то, что мы пытаемся сделать его более доступным для всех. На сегодняшний день у нас заключено 9 соглашений с банками по всей Молдове. Это нам предоставляет и преимущества, так как мы работаем с большими банками, у которых очень большая сеть филиалов. И могут покрыть всю республику и территорию Республики Молдова. Мы хотим упростить процедуру и для банков, и для клиентов. Сделать более эффективной. Каким образом? Скажем, если сейчас предприниматель должен приходить к нам, чтобы подписать контракт, это будет уже исключено, потому что он будет подписывать контракт сразу в банке. Также будет вместо того, чтобы две заявки от предпринимателя и от банка, будет одна единственная заявка. Будут включены новые программы обеспечения, которые нам поможут тоже работу с банком улучшить. И также комиссионы будут по-другому монетаризироваться. Руководство фонда ежегодно улучшает условия предоставления гарантий. В 2014 году их получили 46 предприятий. Большая часть из них, порядка 60%, работают в области сельского хозяйства, 17% – обрабатывающей промышленности и 16% в сфере услуг. Бюджет у нас государственный. Плюс уже есть еще часть потом от Европейского союза. А какие бюджеты у нас? 50 миллионов. Сейчас капитализация у нас 50 миллионов. Это на какой период? Это у нас сейчас, на момент. Потому что ежегодно у нас появляются или с бюджета, ресурсы, средства, или еще с других европейских фондов. Но вот это вот сейчас на момент 50 миллионов. Плюс мы используем мультипликатор 1 к 3. Это получается, что мы можем предоставлять гарантии в три раза больше. Фонд гарантирования – это часть деятельности организаций по развитию малых и средних предприятий. Это некоммерческая структура, и она обладает статусом государственного учреждения. По-моему, это здорово. Более 200 гарантий уже нашли своих счастливых обладателей. А ведь сколько еще потенциальных могут воспользоваться услугой фонда? По мне, так очень хорошее подспорье для тех, кто уж очень хочет открыть свой бизнес и уверен в его успехе. Главное – знать о существовании правилах фонда. Так что бизнес-план в руки и в банк. А в случае недостатка залога вы уже знаете, куда следует обращаться. Удачи! Если вы постоянный читатель Financial Times или работаете на Wall Street, то, возможно, следующий наш сюжет не расскажет вам ничего нового. В противном случае мы предлагаем вам вместо скучного чтения данных о банках и банковских операциях наглядную информацию о самых богатых топовых банках мира. Будьте в курсе последних новостей. Финансово подкованы, иными словами. Говорят, что банки заставляют землю вращаться, потому что именно они контролируют все капиталы мира. Особенно крупные банки. Несмотря на то, что довольно сложно выяснить, сколько денег имеет банк, наличные – это активы или акции. Важно знать, кто, а точнее, какие финансовые учреждения контролируют мировые деньги. К вашему вниманию данное издание The Riches.com, которое представляет рейтинг 10 самых крупных банков в мире, составленные на основе рыночной капитализации. Итак, на 10-м месте расположился австралийский банк Commonwealth Bank. Он был основан в 1911 году и является полностью приватизированным международным банком и второй крупнейшей частной компанией Австралии, зарегистрированной на фондовой бирже. Это один из четырех крупнейших банков в Австралии. И хотя он не вошел в список 20 крупнейших финансовых учреждений по суммарной стоимости активов, он входит в десятку самых крупных банков по рыночной капитализации, которая составляет 131,5 миллиардов долларов. Следующее, 9-е место у банка Китая. Это самый старый банк Поднебесной, основанный еще в 1912 году, чтобы заменить Императорский банк Китая. У банка есть представительство по всему миру, а согласно отчету за 2013 год его прибыль увеличилась на 26 миллиардов 4 миллиона долларов. Это четвертый крупнейший кредитор в стране по рыночной капитализации. Совокупный доход банка составил 105 миллиардов долларов, а рыночная капитализация в 2014 приблизилась к 116 миллиардам долларов. Далее представляем банк, занявший восьмое место. Оно также досталось китайскому банку, но на этот раз сельскохозяйственному. Это крупнейший в стране аграрный кредитор по суммарным активам. У банка более 320 миллионов клиентов, физических лиц, почти 3 миллиона корпоративных клиентов, а также 24 тысячи филиалов по всему миру. В 2013 чистое прибыль банка выросло почти на 15%, составив 27 миллиардов долларов, а его рыночная капитализация составила почти 126,5 миллиардов долларов. Седьмое место в рейтинге у «Сити Групп». Штаб-квартира банка находится на Манхэттене, в Нью-Йорке. «Сити Групп» – второй крупнейший банк Америки в этом списке. Его рыночная капитализация в 2014 составила более 144,5 миллиардов долларов. И снова в рейтинге финансисты из Китая. Шестое место за строительным банком Поднебесной. Это второй крупнейший в Китае кредитор. В прошлом 2013 году чистая прибыль банка составила почти 35 миллиардов долларов. В июне этого года рыночная капитализация банка превысила 160 миллиардов 83 миллиона долларов, что сделала банк шестым крупнейшим банком в мире. Приближаемся к верхушке финансового топа. На пятом месте – Банк Америки. Это второй крупнейший банк США по совокупным активам. Bank of America также является 21-й крупнейшей корпорацией в стране по совокупному доходу. Стоит отметить, что на Банк of America много раз подавали судебные иски. В рамках последнего судебного разбирательства в августе этого года банк выплатил штраф в размере 17 миллиардов долларов Министерству юстиции США, которое обвинило учреждение в мошенничестве с ценными бумагами перед финансовым кризисом 2008-го. Тем не менее, рыночная капитализация Bank of America составляет 181 миллиард 77 миллионов долларов, что делает его одним из самых крупных банков мира. Четвертое место – The HSBC Holdings. Это первый британский банк в нашем списке. Он представляет собой крупную организацию, оказывающую банковские финансовые услуги, которая также является вторым крупнейшим банком в мире. У банка более 125 миллионов клиентов и почти 7 тысяч филиалов во всем мире. Неудивительно, что к концу прошлого года стоимость актива в компании составила 2 триллиона 671 миллиард долларов. В этом году рыночная капитализация HSBC Holdings составила почти 191,5 миллиард долларов. Итак, представляем тройку лидеров рейтинга. В их числе сразу два банка из Китая. Собственно, третье место за промышленным и коммерческим банком Поднебесный. Последний банк из большой четверки Китая – это Торгово-промышленный банк страны. Трупнейший коммерческий банк Китая, стоимость совокупных активов которого в 2014 составила 3 триллиона 1 миллион долларов. Рыночная капитализация банка превысила 196 миллиардов 21 миллион долларов. На почетном втором месте – GP Morgan Chase & Co. Это американский конгломерат, появившийся в результате слияния в 2000 году Chase Manhattan Corporation и GP Morgan & Co. С другой стороны, это международная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги GP Morgan, которая работает в области инвестиций, активов и управления состоянием. С другой стороны, это Chase, которая работает с кредитными картами и занимается банковским обслуживанием физических лиц. Активы компании стоят почти 2,5 триллиона долларов. Так что GP Morgan Chase является самым крупным банком в США и шестым крупнейшим банком в мире. По рыночной капитализации, которая составляет почти 230 миллиардов долларов, банк является вторым крупнейшим банком как в США, так и в мире. И, наконец, называем банк, оказавшийся на верхушке рейтинга. Это международная компания Wells Fargo. Она предоставляет банковские и финансовые услуги по всему миру. По стоимости активов банк занимает четвертое место в США. При этом он даже не входит в 22 крупнейших банков по активам. Однако по рыночной капитализации, которая достигает почти 262 миллиарда долларов, Wells Fargo является не только крупнейшим банком в США, но и крупнейшим банком в мире. Кстати, стоит отметить еще один факт. В этом году был составлен рейтинг крупнейших банков стран СНГ. Всего 1300 банков. Так вот, среди них оказались два учреждения из Молдовы. Это Молдовая Грейнбанк с активами в 1 миллиард 300 тысяч долларов, он на 189 месте. И Молденкомбанк с активами в 980 миллионов долларов. 199 место. Приятный факт. Надеюсь, информация была полезной. Если говорить о самых удачных бизнес-идеях в Молдове, то одна из них, несомненно, создание винодельческой компании. Но грех не воспользоваться таким природным богатством нашей земли. В то же время в наших условиях это бизнес со множеством препятствий, справиться с которыми тоже нужно умение. В нашем следующем сюжете мы расскажем об одном из самых успешных отечественных винных проектов. Винария Пуркари. Ее основатель и совладелец Виктор Бастан. Об истории создания, развития и об актуальном положении дел в компании. Смотрим. Виктор Бастан родился в 1960 году в селе Карпинена Ханчешского района. В 1989 он окончил политехнический институт по специальности инженер-технолог, после которого в течение 10 лет проработал на видном заводе «София» в Ханчешском районе в должности технолога. В 1998 Бастан вместе со своими российскими партнерами создает винную компанию «Кубань-Вино» в станице Старотитаровская Темрюкского района в России. Спустя 4 года он возвращается в Молдову и создает холдинг «Пуркарь Баставан Уайнерис». Виктор Бастан женат, у него трое детей. Начать, пожалуй, можно с последней хорошей новости компании. Совсем недавно винария Пуркари начала сотрудничество с одним из старейших винных дистрибьюторов в Великобритании. Четыре наименования вина «Пуркарь» уже радуют английских покупателей на полках магазинов «Туманного Альбиона». Бутылка столь популярного у нас в стране «Негруди Пуркарь» в Великобритании стоит 22,5 пунта. Это порядка 525 молдавских леев. Для молдавского производителя это несомненный успех. К нему компания продвигалась продуманными и уверенными шагами. История создания предприятия уходит корнями в начало 2000-х. В 2002 году я начал в Венерии Баставан реконструкцию, реновацию этих двух заводов. Венерия Пуркарь была в очень тяжелом финансовом положении. У них были большие долги и перед банками, и перед агентами экономическими, были налоговые большие долги. И мне удалось покупать акции этого завода. Тем самым погасил все долги всех кредиторов. После чего я начал реконструкцию этого завода, посадка виноградников, что является важным моментом для винодельского предприятия. Возможность приобрести отнюдь не дешевый проект появилась благодаря продаже другого бизнес-проекта. Имея опыт виноделий, Бастан решает создать винную компанию в России, в Краснодарском крае. Вместе с российскими коллегами ему удается за короткое время вывести ее в лидеры на огромном рынке России. Компанию Бастан с партнерами продают, и уже на деньги, вырученные с продажи, наш герой покупает фуркарик. В 2002 году мы очень удачно продали этот бизнес. И вот на вырученные деньги с этого бизнеса были переинвестированы в Республике Молдовы в четыре проекта. Это винодельная Баставан, две винодельни, винодельная Онешть, винодельная Тулия, винодельная Пуркарь, винодельная Бардар и в Румынии Крама Чептура. Надо сказать, что за более чем 10 лет развития винодельческой компании инвестиции были сделаны внушительные. Сегодня весь холдинг Баставан Пуркарь, Баставан Вайнерис, все инвестиции оценивается порядка 50 миллионов долларов. Да, вот все виноградники, 1200 гектаров виноградников, пять винодельческих заводов, которые переоснащены самым современным, самым новейшим оборудованием. И очень большие инвестиции были сделаны за весь период инвестиций в рынках, в продвижении продукции в рынках. Мы в каждый год полтора-два миллиона долларов тратим на развитие рынков, как маркетинг, как листинги. Говоря о винном бизнесе в Молдове, нельзя не вспомнить об огромных потерях винодельческих компаний из-за российского эмбарго, начиная с 2006 года. Компания Виктора Бастана снизила риски потерь гораздо раньше, и на сегодняшний день Пуркарь практически не зависит от российского рынка. Мы это начали делать еще даже до 2006 года, когда была первая эмбарго российская. Мы уже были с процентов 25-30 продаж имели на европейском рынках. Это страны Румыния, Польша, Чехия, Прибалтийские страны. И имея эту историю с 2005 года, 2004-2005 год, мы это все развили. И по сегодняшний день у нас доля продаж на этих рынках уже составляет более 50%. Около 60% Румыния самый большой рынок для нас. Внутри рынка для нас тоже важный и очень большой. В доле внутреннего рынка это порядка 20%, может быть, чуть меньше 20% от всех продаж холдинга. В винном холдинге все просчитано и прописано. Здесь работают лучшие агрономы и технологи, подчеркивает Бастан. Всего в компании трудится порядка 750 человек. Бастан удалось за 10 лет выстроить бесперебойную систему контроля работы холдинга. Если в начале, там, 10 лет назад, не знаю, 50 или, может быть, даже больше процентов зависело от того, что я делаю и как я делаю, сегодня уже ситуация радикально поменялась. Ключевых фигур, наверное, человек 10-12, которые несут весь этот груз, может быть, 15, которые несут этот груз всех проблем, всех задач. У нас раз в месяц делается реальный совет директоров и board meeting, где присутствуют акционеры, все акционеры. И весь этот стаф из 12 человек присутствует на этих board meeting, и каждый департамент отчитывается за проделанную работу за месяц, планы на следующий месяц. И поэтому мы достигли очень высокую корпоративную структурную работу. И сегодня уже от меня зависит очень мало. Достигла компания не только завидной корпоративной культуры, но и желаемой рентабельности, несмотря на происходившее за всю историю ее развития форс-мажоры. 25% маржи, это считается неплохо. Если без вот этих форс-мажоров, то винный бизнес – это хороший бизнес, это рентабельный бизнес. Он тяжелый, он требует очень много финансовых затрат. Виноградник 4 года растет, пока приносит урожай. Вино выдерживается в бочке еще 2 года, поэтому оборот капитала в винном бизнесе очень маленький. Но тем не менее он хороший, но ты должен достичь каких-то уровней и по производству, и по объемам производства, и по качеству продаж, по рынкам развития продаж на рынках. И тогда успех обеспечен. У нас 4 партнера. Это Мировой банк, фонд IFC Мирового банка. Это Horizon Capital. Это группа инвесторов из России. И я четвертый. Я теперь уже миноритарный акционер, один из миноритарных акционеров. Большая часть принадлежит Horizon Capital. Это американский фонд, штаб-квартира в Киеве. Каким образом контролируют работу? Или это полное доверие? Или вот как происходит общение, на каком уровне? Борд-митинг. На борд-митингах все общение, которое происходит между нами, акционерами, происходит, это общение на борд-митингах. На борд-митингах мы смотрим результаты финансовые, показатели. Смотрим на эти показатели. Другого общения нет и не требуется. Не требуется, потому как работа давно налажена. А результаты этой работы говорят сами за себя. Что же касается бизнеса в Молдове в целом, у Виктора Бастана есть свое видение ситуации. Это переходный период, он тяжелый. Есть много проблем, в том числе переход государства, политическая нестабильность. Есть очень хорошая для винодельческой отрасли ситуация в этом году. Вернее сказать, даже в конце прошлого года, но реальная работа была начата в этом году. была создана национальная организация виноделия и вина. Это объединяет всех производителей вина Молдовы. Ассоциация всех производителей, в том числе, как партнер вот этой ассоциации, является и государство с 50%. Мы все, винодельческие предприятия и государство, являемся учредителем вот этой ассоциации, бюджет этой организации порядка 50-60 миллионов лей. Это уже серьезная цифра для Молдовы. Что главным образом предопределяет будущий успех бизнесмена? Работа, работа, еще раз работа. Некоторые говорят удача, некоторые говорят попал в нужное время, в нужное место. Удача, наверное, в картах, когда играешь в картах, удача, вот это там удача. Бизнес – это и точный расчет, и очень правильные действия, и очень много работы. Вот, думаю, профессионализм, наверное, для успешного бизнеса – это профессионализм, это работа. Вот, наверное, это то, без чего не может быть успешным бизнесменом. И Виктор Бастан доказал это. Вина Пуркарю достойны высочайших международных наград – более 160 медалей на престижных конкурсах в Париже, Шанхае, Бухаресте, Москве, Лондоне и Брюсселе. Ежегодно компания производит миллион бутылок винодельческой продукции, среди которой эксклюзивные вина, премиум и супер-премиум класса, а также лимитированные партии вина, произведенные по уникальной технологии. В галереях этой усадьбы собрана и хранится коллекция лучших пуркарских вин, среди которых есть экземпляры, датированные еще 1948 годом. В 2012 году винный завод «Винария Пуркарь» был награжден Орденом Республики в знак высокой оценки заслуг в развитии винной индустрии. Кстати, в День вина коллектив МБС принял участие в ежегодном мероприятии, организованном в Винарии Пуркарь – битве виноделов. Четыре группы участников из разных стран соревновались в нескольких конкурсах – сбора винограда, производство вина по стародавней традиции, дегустация и упаковка бутылок и лучшее исполнение песен о вине. КОНЕЦ Нужно отметить, что конкурс был организован на самом высшем уровне. Блогеры и журналисты из Украины, Румынии и Молдовы были приятно удивлены первоклассным подходом организаторов – музыкой и кухней винного комплекса. Мероприятие прошло под чутким руководством владельца холдинга – Виктора Бастана. КОНЕЦ Качество, характеризующее успешного бизнесмена? Самое важное для бизнесмена – это слово, в полном понимании порядочность с партнерами, целеустремленность. Вы азартный человек? В меру. С легкостью идете на риски? Да. Самая крупная сумма денег, которую вы потеряли в бизнесе? Более 10 миллионов долларов. Быстро принимаете решение? Да. Есть неосуществленная мечта? Да. Какая? Сделать вино, которое будет продаваться от 200 евро за одну бутылку. В нашей стране бизнес всегда связан с политикой? Наверное, есть какие-то бизнеса, которые связаны с политикой, но вино точно не связано. Чему отдаете предпочтение? Современным технологиям, компьютерам, гаджетам или проверенным годами, записным книжкам, блокнотам? Блокнот – это хорошо, но это лучше. Успешный бизнес с нуля – это миф или реальность? Сейчас это сложнее, но тем не менее в IT-технологиях, в этом направлении я вижу очень много молодых людей, которые начали последние 2-3-4 года и они очень успешны. Любимая литература? Специализирование – это постоянно. Бизнес, жизнь требует, чтобы я был в ногу со временем. Поэтому, что касается профессиональной литературы, все хорошо, но что касается художественной, то здесь хуже. Есть кумир? Если да, то кто он? Не знаю. Кумиров, наверное, нет. Если не Молдова, то какая другая страна? Если не Молдова… Я люблю Францию очень. Есть ли новая специальность? Какую другую бы освоили? Строитель, наверное. Ваша жизненная кредо? Нерешаемых проблем нет. Ну и в заключении совет начинающим или планирующим бизнесменам от Виктора Бастана. Целеструбленность, работать, 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 честность и порядочность. Мотивирующая история, согласитесь. Виктор Бастан следовал поставленным целям, используя свои знания и опыт. И его амбиции подкреплены завидной работоспособностью. Но чем неудачный примет для подражания? Результат налицо. О бренде Пуркарь знают в более чем 20 странах мира. Это визитная карточка Молдовы. А начинал наш герой практически с нуля. Помните, важно не только хотеть, а действовать. Это был телепроект «Хочу стать миллионером». До встречи через неделю на МБС. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok